Незадолго до Олимпийских игр американец Роберт Шиманский одетый в специальный пояс и с помощью двух ассистентов страхующих его поднимет титанический вес 200 килограмм. Но чтобы еще больше запугать Юрия Власова, американцы пришлют в Рим еще одного супертяжеловеса Брэдфорда. Говорит Рим! Говорит Рим! Итак, мы начинаем последний репортаж об Олимпийских соревнованиях. Микрофон редакции последних известий и союзного радио в полоцетке Брэдфорде, где сейчас заканчиваются состязания штампистов тяжелого веса. Последняя Олимпийская ночь. Зал переполнен. Дрители с интересом следят за выступлениями расслабленных тяжелоатлетов мира за поединком советского инженера Юрия Власова с американцем Брэдфортом. Мы присутствуем сейчас на событии, которого еще не знал и никогда не успел проживать до сих пор. Брэдфорда ночи. Власов уже попросил установить не 200 килограмм, а 202 500. Что-то будет. Вот он взял штангу на грудь, толкнулся. Взял этот вес. Взял этот вес. Замечательная победа Власова. Я вам приветствую его стоя. Стоя, все зрители, приветствую советского богатыря и тех, кто болел за него. И тех, кто вначале болел против него, сейчас уже не могут скрывать своих настоящих чувств, не могут и выражать эмпатией, восхищения, замечательных мужиков советского атлета. Я как пес хороший тренированный. Меня в драку пустите. Я сильный был тогда, загорелый как черт. Могучий был. 24 года. Ну что вы хотите. Я ночь выступал, и мне мало было. Я пришел. Здоровый был. Выпил бутылку вина на радостях. Ничего не берет. Усталый. Сижу, а тренеры рядом. Празднует победу. Я выступал, они все пьяные. Вся команда от восторга. Окончился огромным триумфом. Это не просто какой-то там выпивает люди. Это надо было видеть. Я потом, сколько выступал, ничего подобного не видел. Огромный многотысячный зал сорвался с места. Вот это все перевернулось. Они прорвались на сцену. На руку меня взяли. Меня отбивала полиция. Я шел, город остановился. Люди по телевизору все передачи видели. Это 4 часа ночи. Это фантастика. Я в Риме переходил улицу. Полиция перекрывала дорогу. У меня одного. В неположенных местах. Вот я иду, ищу место, где перейти. Он раз, перекрывает. Я один перехожу дорогу. Они все знали меня. Автобус останавливается. Шофер узнает, что я еду. Извиняется перед публикой. Бутылка к янти плетеная. Подходит мне с поклоном, пьет за мое здоровье. Тогда была большая честь. ПОДПИШИСЬ! 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 Власов еще раз удивит всех. В расцвете спортивных сил он займется писательским трудом. И уже его первая книга получит полное одобрение автора легендарной повести вратарь республики Льва Кассия. А затем Власов подготовит и издаст на основе дневников своего отца Петра Парфеновича Владимирова знаменитую книгу «Особый район Китая». Книгу, которая моментально разойдется с прилавков книжных магазинов. К Юрию Власову придет международная слава писателя. Его повести и рассказы будут изданы во многих странах мира. Я знал, сколько я не буду выступать, конца этой игры нету в силу. Она бесконечная сила, бесконечная игра. А в той жизни у меня не было места. А мне хотелось писать, я любил литературу. И мне надо было остановиться на ноги, пока я молод. А тут была опасность засосаться в этой среде, в победах. Ведь очень лестно быть чемпионом. Прудно, но лестно. Тебя уважают. Вот бы здесь и произошло окончательное перерождение. Я бы окончательно стал только атлетом, профессионалом. Вся молодость бы уходила только и уже в жизнь, в спорт, в тяжелую атлетику, в тренировки. Возврата в другую жизнь уже не было возможности. Ты уже целиком и со знаниями, и навыками, и привычками. И всем уже входил в эту жизнь. Надо было выходить, рвать это, понимаете. Как бы болезненно не было, без денег же. Как бы не было тяжело с публикацией унизительно. Пусть это же в другой работе, не в литературе. Надо было рвать. А я не хотел быть зависим от спорта. Я любил другую жизнь, не хотел быть в то же время приживальщиком от спорта. Уходят большие спортсмены, потом-то они ходят там вымаливают поведением своим. Поездку за границей, потому что там можно какие-то вещи купить. Ну, какое-то хорошее место там. Это надо быть поймальщиком, надо начальством нравиться. Даже жестко же были отношения. Мест мало, а претендентов много. Каждый год команда выбрасывала сколько чемпионов, а места нет. А мне казалось постыдным. Мое самолюбие не позволяло мне ходить, клянчить и такую жизнь приживальщиком от спорта до последних дней. Я решительно от этого, но решительно отказывался. И связывал свое будущее с литературой. Литература требует огромной энергии, молодости. Надо было вставать на ноги. Поэтому для меня вопрос был решен. 64-й год, рубеж. Юрий Власов приедет в Токио абсолютным рекордсменом мира. Власов еще не знает, как драматически для него сложится борьба на Олимпийском полосте. Леонид Жаботинский, Советский Союз. Он с первой же попытки берет этот вес и довольно легко. А Жаботинский попросил добавить еще 7,5 килограммов. И снова легко берет вес. А Юрий Власов просит увеличить вес еще на 5 килограммов. И тоже берет. Действительно состязаются гиганты. Добавляют новые диски. Теперь штанга весит 197,5 килограммов. Такого не брал еще ни один атлет мира. Юрий Власов. Нужно максимальное напряжение силы воли. Ведь на помосте лежит новый рекорд мира. Это действительно похоже на чудо. Теперь второе движение трейборья. Рывок. Снова происходит невероятное. Власов покоряет еще один мировой рекорд. Рывок. Рывок. Остается последнее движение трейборья. Толчок. И кажется, победитель всем уже ясен. ТОНЕЦ. ТОНЕЦ. ТОНЕЦ.